Рада всех приветствовать! Меня зовут, кто меня не знает, Челюбеева Анастасия. Я преподаватель по моделированию, по дизайну ногтей. И сегодня у нас прекрасная, замечательная тема. Мы с вами будем знакомиться с нашими новыми красками, красками, блестками, конфетти, их можно назвать по-разному. И мы будем работать с вами верхними формами. То есть эти краски мы будем совмещать с вами с верхними формами. Очень интересный вариант дизайна, очень актуальный. Сейчас их на самом деле можно совмещать не только с верхними, но и с нижними формами, с коррекцией, с гелем, с акригелем. То есть здесь спектр использования очень-очень широкий. Мы будем работать с акригелем Милк, с верхними нашими формами Миндаль. Ну и, соответственно, я покажу, конечно же, вам все эти краски, потому что они сами по себе просто прекрасны. Здравствуйте всем! Здравствуйте, кто присоединяется! Я переворачиваюсь, и мы с вами начинаем. Так, сейчас я здесь выстрою нам свет, чтобы все было хорошо видно и слышно. А вы мне напишите пока, пожалуйста, как меня видно, видно ли, слышно ли, насколько у нас качество хорошее эфира. Так, я буду работать без перчаток. Я не люблю перчатки, честно. С ума схожу в перчатках, поэтому я буду работать без них. Но я думаю, что ничего страшного. Маникюр у меня не ужасный, не давнешний, поэтому все хорошо. Итак, материалы, которыми мы сегодня будем работать. Ноготочек я спилила себе, но еще не подготовила. Все ок, все хорошо, отличное качество, супер. Еще не подготовила, будем готовить с вами вместе, прям с нуля. Поэтому я думаю, что будет так гораздо интереснее, чем если я подготовлю это все сразу. Так, что мы имеем? Мы имеем многоразовые миндалевидные формы с вами. Верхние формы на самом деле бывают огромного-огромного количества, огромных разных форм, разных форм видов, изгибов и так далее. В нашей фирме, в нашей компании пока формы представлены миндалевидные и классические. Классических у меня под рукой нет, миндалевидные только, но мы поработаем ими. Единственное, они не всегда закрывают мою арочку. У меня достаточно арочные ноготочки, поперечная арка у меня ярко выражена. То есть продольная такая, достаточно плоская, именно поперечная, ярко выражена. Поздравляю вас с победой. Спасибо большое, девочки. Как приятно, что здесь на аккаунте Amy Official тоже есть те, кто следят за мной. Это очень приятно. Спасибо огромное. У меня куча поздравлений в директе, может быть, даже еще не всем ответила. Так, и смотрите, возможно, если у вас ноготочек сильно изогнутый, сильно арочка достаточно ярко выражена, возможно, где-то вам сбоку придется подкладывать. Но ничего страшного. Если сегодня будет такая ситуация, я, конечно, покажу, как ее решить. Понятно, да? Сами миндалевидные вот эти формы, они мне нравятся очень. То есть классический миндалик, если у клиента абсолютно стандартная ногтевая пластина, классический миндалик очень комфортен в работе. Им мы будем работать. Работать, и я, кстати, покажу, как я их обрабатываю, потому что если присмотреться, ну, они достаточно квадратные в зоне кутикулы, не каждому ноготочку подойдут. Потому что у меня, допустим, зона кутикулы, вот эта вот линия изгиба, она более овальная, да? Здесь они более квадратные. То есть посмотрим еще и как их подготовить к работе комфортно. Дальше, естественно, мой любимый Акригель Милк. Я его бесконечно люблю. Один из моих любимых материалов, в принципе. И наша замечательная коллекция блестящих, красивых, шикарных красок. Я их сейчас все вам обязательно покажу. Я не могу пройти мимо, потому что они прекрасны просто. Вот честно, все, все прекрасны по-своему. Поехали. Самый первый оттенок, который мне запал в душу, был вот этот. Гипсофила. Названия у них еще такие. У меня все клиенты на самом деле поражаются названием, которое придумывает компания. Потому что они все очень-очень необычные. Смотрите, это оттенок такой очень-очень-очень нейтрально нежный. Очень, несмотря на то, что он розово-голубоватый, он действительно прям нейтральный. Кстати, вот они у меня сейчас на ноготочках в зоне кутикулы. Посмотрите, как они горят, как они блестят. Но при этом они достаточно нейтральные, не кричащие и, ну, как бы подойдут на самом деле под любой маникюр абсолютно. Боже, смотрите, как они горят. Те, кто видел их вживую, я сейчас, кстати, кое-что сделаю. Я надену макролинзу, чтобы показать вам их поближе. Поближе. Посмотрите, как они переливаются, как они горят. То есть вот этот вот блеск, этот перелив, это не просто конфетти, не просто. Это именно вот безумный, бесконечный блеск. Как они на свету, на ярком переливаются, даже не передать словами. И еще четыре оттенка, тоже не менее красивых на самом деле. Просто взяла этот, потому что у меня сразу на него глаз упал, конечно же. Дьюдроп. Название, честно... А, капля росы, кстати. Название снизу есть, поэтому я вам буду их переводить. Это флакончики у меня новенькие, специально для эфира. Посмотрите, какая красота, девочки. И мальчики, если есть, буду говорить сразу так. Посмотрите, какой он шикарный. Он не синий и не голубой, он что-то между. Просто идеальный, идеальный синий-голубой оттенок. Очень красиво будет в зоне кутикулы смотреться. Зеленоваты вот эти вот голубые еще чешуечки. Короче, Каев. Я даже не знаю, какой мы сегодня будем использовать оттенок. Давайте голосовать. Я буду использовать тот оттенок, который вы захотите. Давайте голосовать. Смотрите, они есть. Я буду все их сейчас показывать. Они есть голубой, зеленый, оранжевый, розовый. И давайте его назовем... Так, не туда. Давайте его назовем белый. Пускай для понятия. А вы мне пишите, какой мы с вами будем использовать оттенок. Каких будет голосов больше, тот я и возьму. Покажу их обязательно все. Кто уже видел, кто знает, тот сразу пишет. Дальше. Донделеон вайн. Какое-то вино, видимо. Вино из одуанчиков. Одуванчиков вообще. Я представляю какой-то оттенок. Вино из одуванчиков может быть только одно. Только одно. Розовый. Так, пошли голосования. Голубой. Два. Это какой? Скажите мне, какой второй был? Зеленый? Голубой. Вот, смотрите. Это желто-оранжевый оттеночек. На самом деле, он не прям оранжевый. Он действительно желто-оранжевый. Почему? Потому что у него здесь разные пайетки внутри есть. И оранжевые, и желтенькие. И он смотрится очень красиво. Оранжевая основа и желто-оранжевые пайетки смотрятся очень красиво. Очень-очень прям. Так, пока побеждает, по-моему, голубой. Так что, девочки, давайте, давайте активизируйтесь. Это тоже, смотрите, какой яркий, красивый. Представляете, на лето такой маникюр. Это же просто отрыв, отрыв всего, чего можно. Дальше. Зелененький. Парула. Так и называется. Парула. Зелененький оттенок. Это я точно знаю. Смотрите, какой он красивый тоже. Блин, я действительно, я с любым из них сделаю себе маникюр. Вот с любым из них, потому что они все бесподобны. Посмотрите, какой эффектный, красивый зеленый цвет. Он не дешевый зеленый, не дешевый, а именно вот у него тоже в разнобой вот эти внутри частички. И желтенькие, и голубенькие, и розовые. За счет этого зеленый получается прям очень красивый, благородный оттенок. Парула. Это, я так понимаю, вот этот вот, да? Написано Парула. Парула. Поэтому я поняла. Но это вот этот оттенок зелененький, очень красивый. Изумруд. Так, пошел зеленый вход. Давайте, какой победит, зеленый или Изумруд? Ну, я еще не открывала, между прочим. Розовый, оранжевый был. Как называется набор? Я не знаю, девочки, в наборе они продаются или нет. Вот. Я, честно говоря, не знаю, в наборе продаются они или нет. Поштучно точно они есть. Смотрите, какие красивые. Поштучно прям краски, вот эти конфетти. Но они не конфетти. Как же они называются? Слушайте, я сейчас даже не подскажу, как они отдельно называются. Краски очень классные. Фокус пропал, девочки, потому что я макрокамеру прицепила, чтобы показать вам эти оттенки поближе. Очень красивый, смотрите, эффектный какой. Вот здесь нет розового совершенно, нет содержания розовых частичек. Здесь только, ой, желтых частичек. Здесь только розовые, но они с переливом идут, с разноцветом. Тоже очень красивая фирма. У нас компания Эми. Эми офишал ворд. Это наше название, наш аккаунт. Соответственно, компания Эми. И в компании Эми у нас вышли вот такой вот набор красочек. Пять штук их. Их можно приобрести отдельно каждый. Они бесподобные, очень красивые для всевозможных дизайнов. Можно их добавлять сверху, можно их добавлять внутри. Без разницы. Дальше, если какие-то я пропускаю, девочки, вопросы. Зеленый. Так, зеленые пошли. Я за розовый. Так. В общем, голубой, розовый меньше, голубой зеленый. Смотрите, у меня какие красивые. Вот здесь я вытирала кисть. Какая красивая салфетка получилась. Представляете, вот это. А, кстати, их можно смешать и сделать между что-то там. Какой-то оттенок, смотрите, будет очень тоже красивый сделать между ними. Розовый, розовый, пошли розовый. Я поняла, какой я показываю оттенок, за тот вы голосуете, да. Так, последние три комментария пишем, пока я готовлю ногтевую пластину. Вот сейчас последние три комментария, которые будут за цвет. Нет, если они, правда, совпадут и не будут разные, тут мы оттенок с вами и сделаем. А я пока подготавливаю ногтевую пластину, как и обещала. Все оттеночки я вам показала. Я подготавливаю ногтевую пластину к нашему с вами моделированию. У меня здесь тоже было розовый. У нас, у меня на ногтях это гель, гель-монофаз. Обожаю этот гель, это прозрачный гель. У меня гель-монофаз. У меня вот эти вот гипсофила. Зеленый, голубой, желтый, зеленый. Короче, все разные, абсолютно розовый, голубой, зеленый. Все разные, желтый, зеленый. Короче, зеленый, все, зеленый пошел. У меня вот этот вот оттенок на ноготочках возле кутикулы. У меня гель-монофаз. И внутри я положила огромное количество блесток, ракушки всевозможных. Тоже делала на верхние формы. Так, все, мы определили, сделаем зелененький. Последние все комментарии за него. И подготавливаю теперь ногтевую пластину. Готовлю стандартно, как на любое... Так, кисточка не хочет сидеть. Как на любое гелевое моделирование. Абсолютно то же самое, никаких изменений. Единственное, как я уже сказала, мне на мой арочный ноготочек может не совсем стать форма. Но опять, если вы знаете, как это исправить, замечательно. Если у вас есть какие-то другие изгибы, это великолепно. То есть выход из положения всегда можно найти. Сразу говорю, для меня верхние формы это как увлечение, дополнительное увлечение. Я ими не работаю на постоянку. Потому что... Потому что я прекрасно владею нижними формами. Я прекрасно владею просто, в принципе, техникой выкладки геля. Техникой коррекции и так далее. Поэтому за 12 лет моей жизни и работы с гелем я настолько привыкла к этому, что для меня не составляет труда сделать обычную коррекцию. Для меня это более привычно. Но мне интересно работать с верхними формами. Я считаю, что мастер должен быть универсалом. Обязательно. Ситуации могут быть разные. К вам могут прийти ногти-грызуны. К вам могут прийти ногти с какой-нибудь дистрофией. Когда ноготочки сильно укорочены, изменены и так далее. То есть я говорю сейчас именно за дистрофию. Не за какие-то заболевания всевозможные. Бывают разные ударенные ноготочки и так далее. Когда вы просто не можете сработать нижними формами, ложе не позволяет и так далее. Вы должны уметь всегда найти подход к вашему клиенту, к любому клиенту. Не бывает у нас идентичных ногтей в принципе нигде. Посмотрите на свои две руки. У вас даже на двух руках разные ногти. Вот можете со мной поспорить, можете меня закидать тапками. На каждом пальце, каждый палец у нас разный. То есть вот этот палец кардинально будет отличаться от этого. Здесь у меня изгиб идет от аппарата. Раньше от ручки, сейчас от аппарата. У меня вот этот пальчик уходит сюда, помимо мозольки. Этот пальчик уходит наверх. То есть у меня в принципе два пальца одинаковых на каждой руке. Они разные. Эфир сохраним обязательно, девочки. Этот шире. То есть вот эти руки, какая-то правая рука, она всегда шире, чем левая. То же самое, как ни крути. Такие формы зачастую могут меняться. Может меняться размер форм на каждой руке. То есть если вы клиенту берете одинаковые формы, не факт, что они клиенту подойдут на обе руки. Возможно такое будет, что у вас на эту руку формы одни, на эту руку формы другие. Это вполне нормально. Как я уже сказала, это все абсолютно адекватно. Так, дальше мы с вами убираем птеригий. Убираем птеригий за три года практики верхними формами с разными типами ногтей. Мне понадобились нижние шаблоны. Ну вот видите, то есть вы приспособились, вы с ними комфортно работаете. У нас на тот момент, когда я начинала, верхних форм не было. Я работала нижними, я их довела до идеала. Мне работать абсолютно комфортно. Я работала с помощью коррекции, обычной коррекции гелями, да, много-много лет. И у меня с этим не было абсолютно проблем. И нет сейчас. Поэтому для меня просто привычнее работа с нижними формами. Поэтому здесь, на самом деле, если выбирать не моделировать или моделировать на верхней форме, девочки, однозначно верхней формы, конечно же, потому что мастер должен быть моделирующим. Даже для работы с гель-лаком вам необходимы базовые знания моделирования, потому что это архитектура. Мы давно не работаем гель-лаком с вами в технике просто покрытия гель-лака. Давно не работаем, согласитесь. То есть эта техника была только тогда, когда она вошла в чат. Я даже знаю, когда это началось. Я была беременна вторым ребенком. И появился гель-лак. Это был 2012 год. Я не стала загружать себе мозг, потому что я знала, что я ухожу в декрет уже прям вот-вот. И я не стала с ним даже разбираться, что это за звери, с чем его едят. Когда я вышла из декрета, у меня посыпались клиенты на гель-лаковое покрытие. Поэтому, естественно, я уже начала вникать в это все. Изначально мне это было не нужно. И с тех пор у нас техника покрытия гель-лаком претерпела очень много изменений. В принципе, если даже сравнивать покрытие гелем. Но я начинала в 2011 году. Взять 2010-2011 год покрытия гелем, работу с гелем и работу с гелем сейчас. Ну, как бы так же можно сказать, что у нас система работы, схема работы, техники и материалы очень сильно изменились. Так и здесь. Мы давно не работаем в технике покрытия гель-лаком. Просто как классическая старая техника. Ее просто не существует. Ну, нет, я знаю, что кто-то еще там что-то делает в таком духе. Но в основном мы работаем в технике укрепления. В технике моделирования, можно сказать, гель-лаком. Потому что наши клиенты хотят ходить с гель-лаком. Так же, как с гелем, с длинными ногтями. Желательно троечка. Особенно сейчас. Снова у нас вернулось моделирование с длинными ногтями. И хотят ходить, конечно же, 4-5 недель. То есть, ходить с гель-лаком 2-3 недели, как раньше это было заявлено, никто уже, конечно, не хочет. Все хотят гель-лак, но ходить с ним, ходить с ним очень-очень долго. Сфокусируйте, пожалуйста, ваши ноготки очень красиво. Пожалуйста, девочки, у меня на страничке, кто на меня подписан, есть эти ноготочки. И, кстати, скоро сделаю мастер-класс на них. Потому что было очень много запросов, очень много запросов на них. Поэтому скоро будет мастер-класс именно вот на эти ноготочки. Так что следите, он обязательно появится. По ним отклик прям, прям, при том, что они сделаны были очень быстро. Вот реально очень быстро. У меня не было времени перед днем рождения. Мне нужны просто были новые ногти, срочно. Потому что у меня тут был прям позор на руках. Меня пристыдила даже моя клиентка. И у меня не было вариантов. Мне нужно было чуть ли не ночью, накануне дня рождения, перед тем, как готовить себе десерт, пойти сделать быстро ногти. Они родились прям вот молниеносно. Но, тем не менее, тем не менее, они завоевали сердца очень многих. Правда. Сама смотрю и думаю, интересно. Вот у меня те работы, которые я делаю очень долго, иногда не набирают столько откликов, как вот такие вот работы, которые сделаны очень быстро. Это, конечно, интересно. Это загадка. Но, тем не менее, я думаю, за счет того, что все блестит, все горит. Потому что мы все сороки где-то в глубине души. Даже те, кто не делают блестки, зачастую любят блестки, любят на них смотреть. Так, ну что, как я сказала, подготовка у нас стандартная. Ноготочек я сам подготовила. И дальше мы с вами работаем с чем? Дальше мы с вами работаем. Нейлпреп ультрабонт. Протираю чуть-чуть бутылечки, потому что они рабочие у меня, естественно. Нейлпреп – это дегидратор, дегидратан, по-разному его называют. Суть одна – это дополнительное обезжиривание, удаление влаги, масел из ногтевой пластины. И дальше у нас идет ультрабонт. Кто бы что ни говорил, я работаю с ультрабонтом. Ультрабонт у нас работает как двусторонний скотч. У него есть дисперсионная пленочка. Вот как раз-таки она и работает как двусторонний скотч. Она помогает дополнительному созданию адгезии. Она, получается, сцепляет у нас натуральный ноготь с искусственным материалом. Конкретно с базой. Наносим ультрабонт очень такими неповторяющимися движениями легкими. Нам не нужно заливать ноготь ни в коем случае. Мы не работаем внахлёст и ни в коем случае мы не заливаем его под кутикулу. Помним, что у него есть дисперсия, дисперсионная пленка. Если вы зальете его под кутикулу, будет не очень хорошо. У вас туда потечет и база, и гель, и все на свете. Дальше у нас идет база. У меня свой взгляд на это. И я использую для работы в гелевом моделировании только гелевую базу. Я не работаю в гелевом моделировании в основном с гель-лаком. В основном не работаю. Только в крайних случаях это, как правило, когда у нас гипергидрозные ноготочки очень влажные. И мне нужно усилить адгезию и убрать излишнюю влагу. В основном только тогда. Дальше. Растираю отдельной кистью. Можно этой же кистью, но втирающими движениями. И так я здесь нашла какую-то штучку, которая мне мешает. Сейчас, секундочку. Кусочек, видимо, геля был. Наношу все это втирающими движениями. Если я выхожу из кадра где-то, вы мне говорите, пожалуйста. Потому что я стараюсь и работать, и следить. Нанесли, втерли базу и подсушиваем. Так, база есть, база готова. То есть вы видите, да, прекрасно, что у нас подготовка ногтевой пластины, она стандартная. Ничем она абсолютно не отличается от подготовки под обычное стандартное классическое моделирование нижними формами. Дальше мы выбрали с вами зеленый оттеночек. Как я и обещала, мы будем делать тот, который выбрали большинство. В последних комментариях особенно было за него. Поэтому будем делать. На самом деле разницы нет, честно, чем делать. И розовый будет классно смотреться, и голубой будет классно смотреться. Что я сделаю? Опять обосную это, чтобы вам было понятно. Я сейчас возьму монофаз-гель и нанесу тонкий слой монофаз-геля в зону кутикулы. Для чего? Если я нанесу просто блестки сейчас вот эти, да, цвет нанесу, можно такую же растяжку делать цветом от кутикулы, правильно? Что будет при спиливании? У меня здесь, естественно, отросшая была уже зона покрытия. У меня, в принципе, был тонкий слой. При спиливании в дальнейшем, при коррекции, здесь у меня блестки будут лежать практически на голом ногте. Тонкий слой базы как бы ни о чем не говорит. И есть шанс, больше шансов повредить ногтевую пластину. То есть, либо мастер побоится спиливать блестки, либо просто может засыпать ногтевую пластину. Тоже не есть хорошо. Поэтому, чтобы избежать таких моментов, мы можем здесь, в зоне кутикулы, нанести тонко-тонко. Монофаз гель, прозрачный материал. Этот материал достаточно жесткий, но при этом мягкий. То есть, это не тот гель, это не софт гель. Но, тем не менее, от кутикулы он стоит просто великолепно. Есть даже клиенты, которым я принципиально наношу монофаз. У них он лучше носится. Даже такое бывает. Так, тонко нанесла монофаз. В данном случае я могу подсушить, потому что блестки у меня идут на гелевой основе. Если бы у меня были сухие блестки, я могла бы наносить их сверху на монофаз. Так как у меня блестки, в принципе, идут на основе, на желеобразной, я на гелевообразной, да, я их спокойно могу наносить просто отдельной кистью. Беру блестки. Смотрите, если вам много здесь вот этой вот консистенции массы, которая идет в составе, можно это делать, распределить все это тонкой кистью. То есть я вот так вот нанесла их. Можно не заморачиваться, можно заморачиваться. Я люблю, чтобы все было четенько. Я перфекционист. Это и плюс, и минус в работе. Я люблю, чтобы все было четко, поэтому, естественно, я возьму либо кисточку тоненькую, либо палочку апельсиновую, без разницы, и просто их распределю так, как мне нужно. Я люблю, чтобы все было красиво, четко и так далее. Можно, в принципе, в принципе, здесь не заморачиваться, а можно прям подвести кутикулу. Варианты есть разные. Если вам где-то мешает вот эта вот излишняя жидкость, ее можно просто убрать. И то, что мне нужно, то, что мне нужно, я могу прям отдельно здесь добавить, если мне это необходимо. Смотрите, так как у меня будет молочный гель, я буду наносить их немножко подальше. Я всегда работаю линеаркой KL5-0 темной синтетикой. Я ее бесконечно люблю. Мне она комфортна. Раньше работала только белой синтетикой. Сейчас очень часто работаю темной синтетикой. В принципе, не часто, а всегда работаю темной синтетикой. У нее тоньше ворс, и она мне удобнее в работе. Белая синтетика, у нее короче ворс, она помягче немножко, и не все линии ей удобно делать. Не все. Хотя я ее тоже очень люблю. Она мне очень нравится для работы с джемти-гелем, для работы с вензелями. Она очень классно подходит. Вензеля ей очень удобно рисовать. Поэтому здесь, как бы, смотрите, по удобству я всегда советую. Попробуйте и то, и то, и выберите для себя оптимальный вариант. Вот. Ну, примерно нанесла. Можно там заполнить, если хочется еще пробелы какие-то, но мне вполне достаточно. Смотрите, видите, он немножечко отличается. Он более зеленоватый. Если его нанести погуще, прям погуще, если его наносить в качестве дизайна там на весь ноготочек, у него будет больше вот этой гелевой основы, и он будет более зелененький. Если его наносить, вот как я нанесла распределяющими движениями, видите, он более такой, посветлей становится, но он отличается все равно от вот этого. Этот прям розоватый, а этот видно сразу, что зеленовато-желтый. Так. О, блин, он прям как хамелеон получается сбоку. Смотрите. От голубого к зеленому к желтому. Так прикольно смотрится прям под освещением. Короче, они прям еще и хамелеончики. Вообще, еще один плюс к моей любви к ним. Так, дальше, смотрите, есть два исхода событий. Либо вы сейчас наполняете верхнюю форму, ее отпечатываете, потом возле кутикулы немножечко наполняете монофазом, либо наоборот наполняете немножко сейчас, потом уже отпечатываете верхнюю форму, но вы должны учитывать вот эту вот толщину, которая будет. Поэтому, если вы не очень хорошо владеете ими, лучше наоборот сейчас сделать отпечатку, а потом уже донаполнить толщину возле кутикулы, если это будет необходимо. Но, как правило, это необходимо, потому что даже сами блесточки у нас, как правило, ложатся не так ровно. Их хочется немножечко закрыть сверху, чтобы сильно не спиливать. Но это нужно делать тоже по всем правилам архитектуры ногтей. Так, и я подбираю верхнюю форму. Это я знаю, что будет мало. Всегда рекомендую верхнюю форму подбирать несколько, несколько форм, пробовать, какая из них лучше ляжет. То есть, вы взяли, попробовали форму одну, попробовали, вот, допустим, размер двоечка, попробовали, взяли размер троечку и размер единичку и посмотрели, какая из них вам больше подойдет. То есть, не просто там подобрали, так, ну, может быть, пойдет. А именно, попробовали меньше, попробовали больше и определили именно ваш размер. Форма должна быть немножко больше ногтевого ложа, чтобы достаточно много, там, вернее, достаточное количество внутри поместилось материала. Потому что, если у вас форма будет маленькая, весь материал, ноготь просто выжмет. Смотрите, вот эта форма, вот эта форма, это у меня троечка, размер троечка. Вот эта форма, если я ее возьму, она у меня не садится. То есть, чтобы мне ее посадить, мне нужно на нее нажать, как на типсу. Но разница в том, что это не типса, и у меня внутри должен быть материал. В типсе материала зазора не должно быть абсолютно, потому что мы должны типсу прям приклеить к ногтю. Отличие в верхних формах то, что у нас материал закладывается вовнутрь. Типса сажается на ноготь материал сверху, если нужно, а в верхней форме наоборот, мы материал закладываем вовнутрь. В верхней форме в данный момент мы работаем нашими эми верхними формами. Это у нас классический изгиб в форме миндалевидные. Мы работаем сейчас ими. Понятно, да, то есть, вот эта форма троечка, мне по-любому не подходит, то есть, если я ее поставлю в свободном положении, видите, она у меня не закрывает ноготь, она у меня упирается в ноготь и точки в рост у меня просто открыты. Второй номер, который мы пробовали, если я сбоку покажу, если я ее поставлю просто свободно, видите, она у меня, в принципе, закрывает мои точки в рост и все хорошо. Опять, я в начале в самом говорила, что у меня очень изогнута ногтевая пластина, и эти формы, именно вот этот изгиб, может не дозакрывать мне их, в этом случае я просто их докладываю немножечко сразу отдельно. И попробую, попробую единичку. Ну, здесь понятно, смотрите, сразу, что, если я ее подобью в одну сторону, посмотрите, у меня какое пространство с другой стороны, видите, то есть здесь будет слишком много материала, материал у меня выйдет куда, ляжет, естественно, просто на подушку, его будет очень много, чересчур много. Поэтому выбираю размер двоечкой и буду работать с ним. Как я подготавливаю форму? Если вы работаете не на весь ноготь, не кутикуле, в принципе, и так можно оставить, но я вижу, что все равно вот эти вот боковые части мне немножечко мешают, мне хочется их убрать. Видно, что здесь будет материал и материал будет сильно выпирать вот в этих местах сверху на валики. Поэтому я могу верхнюю форму просто немножечко вот в этих местах подрезать. Их можно подрезать, подпиливать, можно подпилить, но тогда у вас останется много шебуршинок от верхней формы, от пластмасски, которые вам могут мешать. Особенно, если вы работаете с гелем. С гелем тоже можно работать с верхними формами и даже очень комфортно. То есть, все приходит у нас в процессе опыта, все приходит в сравнении и в какие-то моменты даже с гелем мне удобнее работать, чем с акригелем. Хотя, казалось бы, раньше мне казалось наоборот, что с гелем работать невозможно с верхними формами. Нет, это не так, и все приходит у нас с опытом. Так, смотрим. Вот здесь вот. Вот здесь вот мне хочется еще подровнять немножечко. то, что вы подрезали форму, не переживайте. Во-первых, большинству клиентов они подойдут, потому что они у всех у нас квадратные. У многих не квадратная кутикула, да, зона кутикулы. Во-первых, во-вторых, у вас одного размера, одного размера, посмотрите, сколько штук. И если вы одну из них подрезали, даже две, даже три, даже четыре, ничего абсолютно страшного, у вас всегда есть запас. И начинаем выкладку материала. Опять, всегда спрашивают, сколько вешать в граммах, сколько мне положить. Девочки, никто вам никогда не скажет, сколько вам положить материала. Поймите, что у вас ногтевая пластина у всех разная по размеру. Во-первых. Во-вторых, каждый ноготь разный. Правильно? В-третьих, длина, заданная клиентом, разная. То есть, невозможно сказать, сколько вам положить материала. Это только развивать свой глазомер. И чем больше вы будете работать, тем, естественно, вы быстрее поймете, сколько вам нужно положить материала. И распределяем его внутри формы. Я всегда работаю с акригелем апельсиновой палочкой. Всегда. Я могу потом разгладить, если мне нужно, при помощи кисти. Вот. Но выкладываю я всегда акригель апельсиновой палочкой. Мне так комфортно. Вы должны помнить о том, что у вас здесь. Почему говорю, что даже в работе с верхними формами вы должны знать архитектуру, вы должны знать правила, базовые знания моделирования у вас должны быть. То есть вы должны понимать, где у вас должна быть толщина, а где у вас толщины не должно быть. Это даст вам только базовый курс по моделированию. потому что как ни крути, да, архитектура у меня создана искусственно, сразу верхними формами, но наполняемость материалом должна у вас должно быть понимание, как это делать правильно. То есть почему вот я всегда рекомендую моделирование базу знать. Наполнено сделаем и дальше любой кистью, любой кистью, которой вы работаете, можно взять натуральную кисть для этого. Это будет максимально удобно, потому что натуральная кисть, как правило, она не так портится от всех средств. И натуральной кистью мы просто разглаживаем материал внутри, для того, чтобы нам потом было комфортнее, удобнее и всегда старайтесь закладывать количество материала на то, изнутри потом, если материал лишний выйдет у вас, чтобы изнутри просто потом его разровнять. Все, поехали. И наша задача теперь просто вот это взять и отпечатать на ноготь. Мне нужен будет фонарик. У меня фонарик. Так, но здесь по-разному можно это все делать. Смотрите, можно фонарик вот такой стационарный брать. Только убирайте, пожалуйста, из-под поля действия фонарика лишние баночки, чтобы у вас все не сполимеризовалось. Можно обычный фонарик. Мне почему комфортно такой фонарик, потому что я сейчас поставлю типсу форму на ноготь и я сразу с гелем. Чуть-чуть я уберу его в сторону, чтобы он мне не мешал. И поехали. Ставим его немножечко с отступом. Акригель хорош тем, что его можно, видите, оставить и покрутить ноготочек. Ставлю я все немножечко с отступом и проверяю сразу точки в росту. Чтобы они у меня были в итоге закрыты. Прижимаю там, где мне нужно. Под камера это делать крайне неудобно. То есть моя задача у меня акригель молочный и моя задача сделать отступ от кутикулы, чтобы у меня блестки здесь хорошо виднелись. изнутри смотрите у меня есть излишек небольшой я их его разровняю но я хочу зафиксировать вот эту часть верхнюю только верхнюю чтобы у меня сверху форма закрепилась прикрепилась к ногтевой пластине сполимеризовалась видите я целенаправленно подсвечиваю только верхнюю часть чтобы нижняя часть у меня осталась жиденькая чтобы я могла разровнять изнутри материал зафиксировала и теперь я беру любую кисть которой я работаю лучше конечно взять кисть тоненькую и изнутри вот здесь вот я разравниваю материал почему почему я и говорила вам старайтесь сделать запас на тот случай если у вас материал немножечко выйдет излишек то есть его разровнять под ноготочком если вы у вас длина для вас это длинные делайте короче чтобы вы могли вывести если что материал чтобы потом меньше пришлось вам вам же пилить если вот здесь вот у вас где-то не достает материала вы можете сейчас немножечко схватить вот этот весь материал и потом просто-напросто не снимая форму вот тут под доложить понятно можно зафиксировать тоже фонариком немножко прихватить потом отправить все это в лампу можно этого не делать можно сразу отправить в лампу и как только материал начинает подпекать его можно немножко поджать то есть это можно сделать тонкогубцами это можно сделать при помощи зажимчиков это можно вообще пальцами сделать чуть-чуть если нужно поджать материал если хочется можно этого не делать это не обязательно и сушим досушиваем сейчас будет сейчас будет самый приятный момент в моделировании верхними формами кто их пробовал тот поймет кто их пробовал тот поймет давайте проверим с вами точки в роста но здесь небольшой есть отпечаток у меня да это просто гель попала кредель на валик все хорошо в принципе здесь в принципе тоже хорошо тоже немножечко гель попал на валик отпечатался но это мне не мешает точки просто у меня закрыты что я делаю смотрите чуть-чуть придавливаю форму и делаю чпок чпок вот такой у меня получился ноготочек смотрите я минимизировала ступеньку она не большая есть в акригеле как правило навсегда будет но я ее минимизировала для того чтобы много здесь не пилить и посмотрите какой дизайн вот сейчас четко видно что у меня блестки зелененькие зелененькие да прям классно отливает сейчас вот этот цвет просто бесподобно и у меня реально получился градиент из блесток то ли это под этим освещением так отливает то ли блестки так легли что из голубого прям видите в желтый да они уходят посмотрите какой красивый получился прямо градиент и а дальше наша задача ступенечку немножечко опилить ступенька небольшая и ступеньку я сильно близко никуда не подводила поэтому можно обойтись просто одной фрезой единственно мне здесь вот от красок излишек небольшой есть но это легко выпилить то есть вот гель сам по себе чуть-чуть вот здесь отпечатался на кутикулу но это очень легко опилить можно сейчас доложить в принципе смотрите так как ступенька очень небольшая можно сейчас сразу домоделировать монофазом здесь вверху просто закрыть монофазом вверху мои блестки аккуратненько ступенька мне здесь мешать не будет потому что ее практически нет я аккуратненько монофазом закрою сами блестки вот этот вот участок и как раз домоделирую дом домоделирую возле кутикулы архитектуру взяла тут же тонкую кисть и этим же монофазом просто промазала там где мне неудобно подойти для чего это сделать можно сейчас для того чтобы себе облегчить работой потом уже ничего не докладывать то есть вы сейчас все доложили максимально если у вас нет ступеньки и вам позволяет сделать материал это сразу вы можете сделать это сразу зачем потом ждать если у вас есть ступенька большая то лучше ступенечку конечно снять сначала все подсушили и просто потом опиливаете как вам такой дизайн пишите давайте не молчать только описать комментарии ставьте сердечки чтобы я видела что мы не висим во первых потому что на самом деле когда я в эфире я не понимаю висим мы или не висим у меня все прекрасно идет если есть какие то вопросы конечно же задавайте не стесняйтесь вижу сердечки девочки молодцы умнички спасибо большое супер если есть какие то вопросы не стесняйтесь задавайте мне здесь задавайте после эфира можете писать мне в личные сообщения в директ если вы стесняетесь здесь это задавать в аккаунт то есть не переживайте и как бы не бывает глупых вопросов на самом деле бывают просто вопросы которые вы еще не знаете у каждого разный уровень мастерства поэтому глупых вопросов на самом деле не бывает очень красиво спасибо большое на самом деле можно делать с этим гелем материалом с этим материалом я имею ввиду краски огромное количество дизайнов можно сработать гелем даже цветными здесь можно сверху сделать вообще как бы градиент гелями то есть возле свободного края проложить один материал отпечатку сделать как подложку сверху замоделировать другим материалом тоже очень красиво будет градиент я тоже только купила эти краски покажите дизайны я все пропустила вот дизайн который мы делаем это дизайн при помощи вот этих вот новых красок наших блесток и акригеля милка и верхних форм так и поехали просто опиливать поверхность широкая кисть номер подскажите я работаю широкой кистью так на одной кисти стерлся номер сейчас и на другой стерлся девочки на смотрите у меня обе кисточки это номер четыре это овал номер четыре я любила раньше работать шестерочкой но последнее время прям прям мне понравились вот эти четверочки потому что ими классно работать даже на мизинчиках аккуратненько получается и базы наносить вот они у меня прям универсальный сейчас 1 вот видите для блесточек 1 для моделирования вот прям четверочки это наши от компании эми очень классно не просто постиралась здесь все вот к к о 4 это овал четверочка так и поехали просто опиливаем создаем красивую форму свободного края красивый миндалик здесь уже нам никто не отменял правила опила миндаля всегда помним о том что длина у нас немножко при опили уйдет всегда об этом помним если вы будете верхних формах рассчитывать на то что вы выложили четверку и четверка у вас остань останется в итоге вы глубоко заблуждаетесь и потом может произойти в итоге неприятность когда вы подпилите особенно если у вас немного опыта работы с формами вы подпилите длина на каком-то пальце может отличаться или в принципе в итоге может отличаться от желаемой клиентам потому что если вы выкладку делаете вот здесь достаточную толщину это ок если у вас толщина здесь минимальная то у вас материала потом в итоге просто не хватит опиливаем вот эту зону ничего если где-то какая-то блесток блестка спилится ничего страшного и зону с этой стороны зону синуса там где вам говорила что у вас у меня смысле у меня затек небольшой был краски ее можно взять и просто немножко потом пройтись фрезой и ноготь на самом деле уже готов тут сильно пилить нечего я просто зашлифовала сверху потому что не то в любом случае нужно будет и смотрите любую берете тоненькую фрезу любую тоненькую фрезу не просто здесь не очень удобно будет я после эфира это все перепроверю потому что под камерой сильно не разгуляешься здесь просто аккуратненько выпиливаете этот затек если он есть можно пройтись везде проверить ну как бы здесь особо видели да что ступенечек да даже и нету вот такой у нас ноготочек с вами получается изнутри если есть необходимость естественно мы здесь разглаживали но у нас может остаться толщина у нас может быть остаться неровность мы должны это все привести в порядок я прохожусь как правило сначала широкой фрезой просто выравниваю будет широкой фрезой просто легче если вы аппаратом владеете хорошо широкой фрезой легче убрать большие достаточно моменты а потом уже тонкой фрезой любой подровнять то есть убираем так чтобы у нас ноготочек был достаточно тоненький аккуратненький красивенький чтобы у нас не было прям излишней какой-то толщины тоже не совсем это под камерой удобно сейчас но я приловчусь видели да что если вы правильно владеете техникой то в принципе сильно пилить не нужно опять всегда говорю девочки не бойтесь того что вы ошибаетесь девочки и мальчики если есть не бойтесь того что вы ошибаетесь это нормально мы все обычные живые люди мы имеем право ошибаться мы можем ошибаться мы должны ошибаться пока мы не набьем себе шишек мы никогда в жизни не научимся делать правильно поэтому вы думаете я быстро прям стала сразу взяла в руки верхней формы стала ими работать нет это кажется легко но когда вы если вы пробовали вы мне не дадите обмануть напишите кто пробовал и у кого первый раз не получилось когда вы берете форму в руки это кажется легко нет на самом деле с верхними формами работать нелегко нужно знать правила нужно набить руку не бывает такого что вы взяли тут же отпечатали чпок сделали и все прекрасно все идеально даже у меня сейчас я работаю уже долго с верхними формами даже сейчас у меня могут быть косяки даже сейчас у меня может что-то не получаться изгиб ногтей у всех разный это нормально если вам говорят что вы взяли в руки первый раз формы и все должно быть идеально никому не верьте не будет такого вам могут помочь ее поставить но вы придете домой так вы также можете у вас также может это не получаться это нормально вспомните сколько месяцев мы учились моделировать просто моделировать покрывать гель-лаком делать маникюр вспомните это да сколько мы учились для того чтобы научиться просто срезать кутикулу не бывает такого что вы взяли с первого раза и сделали может быть есть какие-то уникумы но я таких не встречала все равно на это нужно время и самая главная практика хотите быстро научиться делайте себе вот прям каждый палец сняли каждый палец сняли каждый палец сняли левой рукой делаете правую это просто жесть левой рукой делать правую но после того как вы научитесь делать себе правый вам не будет страшно вообще ничего берете модели подружек мам подружек и так далее и просто делайте это бесконечно когда вы сделаете сто пятьсот штук ногтей тогда вы будете делать легко и просто поэтому не бывает в жизни ничего легко если вам говорят об вот этом всем успешном успехе в легкости девочки не ведитесь пожалуйста мы все взрослые люди для того чтобы что-то было в легкости это нужно отработать и для этого нужно время и тогда это будет в легкости сейчас моделирование коррекция обычных салонных ногтей в легкости даже перестала брать клиентов честно на обычное покрытие обычную коррекцию потому что сейчас мне это уже не интересно у меня немножко уже другой нацел другой уровень я преимущественно работаю сейчас со сложными дизайнами с выкладными френчами сарочным моделированием 3d моделированиями обожаю 3d моделирования у меня есть техника 3d моделирования на салонных ногтях я сама ее перевела в салонные ногти я обожаю вот это и я сейчас естественно преимущественно работаю с этим вот но тем не менее на все это нужно было время смотрите выпилила все тоненько все красивенько если вот здесь где-то у вас что-то беспокоит отодвинули кутикулу и тоже кутикулу валик и также аккуратненько все подобрали почистили как но с этой стороны мне неудобно и потом почищу все ноготочек готов просто к покрытию топом все всегда у нас идет через тренировки все всегда это закон пока мы не набьем руку ничего не получится ну посмотрите какая красота ну скажите и вот и даже я не не знаю что мне больше нравится этот или этот ноготочек понятно что здесь блестяшки-блестяшки но тем не менее это тоже смотрится очень красиво сюда можно наклеить какой-нибудь дизайн я не знаю мне есть под рукой или нет что-то что-то красивое из последних из последних это не совсем то если у меня что-то из последних наверное даже и не будет под рукой из последних каких-нибудь декораций из последних декораций сейчас секундочку посмотрю что-то быстро найду ну вот прям из последних последних наверное не знаю ничего под рукой про мне то нигде там не лежат но я их видимо еще не достала так ну ладно найдем что-нибудь из предпоследних вот эти цветы мне безумно нравится смотрите очень классно смотрятся потом что сюда подойдет что сюда подойдет вот эти декорации подойдут видите какие красивые очень красивый декор очень красивый вода подойдет 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 а Продолжение следует... Так, девочки, ну, честно, пыталась найти новые декорации, не знаю, куда я их положила, вот сейчас быстро так и не откопаю. Хотела показать вам новые классные, там есть у нас офигенные слайдеры, ну, короче, сейчас быстро так и не откопаю, потому что работа, давайте вот с этими, давайте вот с этими. Тоже очень красивые, очень эффектно смотрятся. Ну, вот сюда ромашки, конечно, смотрите, как бесподобно подойдут. Вот, кстати, есть вот такой вот вариант. Так, девочки, я не понимаю, на каком здесь языке, простите меня, пожалуйста, я не могу прочитать, что вы пишете, поэтому прошу прощения заранее. Да, но наша продукция есть не только, кстати, в России, у нас есть представители очень много где, в Праге есть представители, в Италии, по-моему, есть представители. У нас много где есть представители, поэтому вам нужно просто поискать это все в своем регионе, и я думаю, что можно найти выход, как это все приобрести. Смотрите, вот бесподобно вот этот вариант, вот этот прям вариант. Они все очень красивые, очень красивые. Давайте вот такую возьмем ромашку. Вот такую. Честно, не могу сказать, сейчас у меня нет информации под боком, есть ли они еще на сайте, вот эти именно ромашки. Я взяла то, что у меня под боком, но у нас сейчас очень красивые новые декорации, поэтому, если у вас нет таких конкретно ромашек, ничего страшного, не переживайте. Будут, могут быть другие любые, абсолютно декорации. Из последних, вот у нас есть вот такие словечки классные. Ирина заглянула. Здравствуйте, Ирина. Я поняла, Ирочка Корытина. Привет. На ВБ есть? На ВБ есть. Покажите ногти, пожалуйста. Девочки, уже показывала вначале. Пересмотрите эфир, показывала поближе. Вот, это наш смоделированный сегодня ноготочек с вами. Можно вот это использовать. Можно любые другие брать декорации. Я очень люблю дополнять декор какими-нибудь прикольными словечками. Вот прям обожаю дополнять любой дизайн какими-нибудь вот такими вот словами всевозможными. Очень классно все. Так, я буду сейчас работать со слайдером. И, соответственно, мне нужен слайдер топ. Так, сейчас, девочки, вот здесь вот чуть-чуть. Девочки и мальчики. Потому что меня часто исправляют, что я мальчиков обижаю. Поэтому, если мальчики здесь есть, и мальчики тоже. Здравствуйте. Так, я сейчас буду работать. Я буду экономить и время, и в основном время. И не буду брать какие-то дополнительные материалы. В плане, я приклею, допустим, тот же шермикон. Я приклею просто на опиленную поверхность. Хотя здесь нужен слайдер ток по-хорошему. Но я, как сказала, я буду экономить время. Так. Саммер мне здесь не особо нужно. О, алоха, кстати, прикольно подойдет. Можно здесь, кстати, взять какое-нибудь... Давайте мне еще здесь есть, кстати. Очень прикольно. Здесь еще подойдет золотой вариант. Вот еще нашла шермикон, в котором есть золотой шермикон. И, в принципе, почему бы не совместить их мне вот таким вот образом. Увожу их наверх, потому что знаю, что у меня внизу будет моя ромашка. Сделала. То есть, по-хорошему, это нужно сделать на топ текласс. Я экономлю время. Этот ноготь долго не проносится. Потому что мне нужно делать себе, переделывать маникюр для мастер-классов. Поэтому не буду даже тратить на это время. Беру слайдер топ. И беру, если нет водички под рукой, беру влажную какую-нибудь салфеточку. И вырезанный наш с вами элемент. Замачиваю. А в этот момент пока покрываю пространство, место под него слайдер топом. И могу одновременно закрыть свои шермиконы, убить двух зайцев, закрыть свои шермиконы, чтобы у меня здесь, видите, даже на дизайн с вами пошли. И сюда дизайн очень классно впишется. Можно делать этот вариант моделирования отдельно. Можно делать с дизайном. Почему нет? Почему нет? Я обожаю дизайны. Я всегда, если есть возможность, согласен клиент, всегда добавляю что-нибудь, хоть что-нибудь, хоть пару каких-нибудь фраз. Это очень круто смотрится. И пошли мы с вами. Мы с вами сажаем сюда нашу ромашечку. И пускай она подойдет не на весь ноготь. Не важно. Но мы ее посадили. И очень классно можно сейчас добавить. Кстати, уже даже придумала, что добавить можно. Очень классно можно ее доиграть. Посадила, прижала. Видите, я здесь вывела слайдер вниз, чтобы потом опилить. И прям прижала хорошо, тщательно. Сделали. Подсушили. Подсушили. Так, убрали излишки слайдера. Прям пилкой беру и сверху вниз убираю излишки. Они мне здесь не нужны, они мне только будут мешать. Растворяю все это ультрабондом. Обязательно. Смотрите, как уже красиво. Очень. Я обожаю матовый топ. Под матовым это будет вообще прикольно. Кстати, покажу, как можно совместить матовые и блестки. Вот эти вот. И перекрываю тонко-тонко слайдер топом. Тонко-тонко-тонко, просто зафиксировать. Мне здесь толщина вообще не нужна. Все, зафиксировала в лампу. Подсушила. И, как я уже сказала, я здесь поработаю с матовым топом, но добавлю глянец. Сейчас покажу, как. Так, матовый топ это у меня вельвет топ. А глянцевый топ это у меня мой любимый ультрашайн топ. Я его обожаю. Обожаю просто. И здесь я в конце кое-что сделаю. Как я уже сказала, один будет небольшой прием у меня. Один будет небольшой приемчик. Приемчик. Так. Итак. Я покрываю матовый. Я матовый могу покрыть сейчас не до конца. То есть я не буду сейчас заходить под кутику. Прям от слова совсем. Потому что я блестки. Хотя блестки красиво будут и на самом деле под матовым смотреться. Но я блестки оставлю именно как блестки. Прошли везде. И фиксируем в лампе. А от кутикулы. Сейчас покажу. Кстати, кусочек по-любому блесток я задела. Поэтому покажу под матовым. Смотрите, тоже очень красиво. Очень по-любому будет смотреться. Вот. А от кутикулы я что сделаю? Я возьму. Возьму ультрашайн топ. И просто от кутикулы зафиксирую блестки. Ультрашайном пройду. И возьму немножечко кистью для градиента. Вот здесь вот чуть-чуть. И растяну. Ультрашайн до конца блесточек. Чтобы переход был плавный очень. И почему нет? Почему мы не можем прибегнуть к такому способу? Можем. Включаем всегда фантазию. Возле кутикулы я пройду тонкой кистью. Чтобы туда не залить ничего лишнего. И смотрите, какая у меня красота получается. Получается. Как вам вариант? Как вам вариант? Смотрите, то есть здесь матовость. А здесь глянец ультрашайный и блесточек. Ну, красота какая. Сказка. И как я обещала, в конце я беру эмпасту. Чтобы у меня рисунок смотрелся очень интересно. И не был у меня он... Такой классный прием. Не был он вот так вот, знаете, как пятно. Да, по центру где-то. Что я делаю? Я беру эмпасту. Я беру или старую какую-нибудь щеточку. Или вот такой вот кусочек губки. Обычная губка, оторванная. И вот этот вот кусочек, кусочек, я беру или просто щетку. И делаю волшебство. Смотрите. Обожаю вот этот прием. Он настолько интересно подчеркивает дизайн. То есть прям не боюсь зайти на слайдер. И он у меня, получается, объединяет, подчеркивает где-то, где-то объединяет мой слайдер с остальным ноготочком. Смотрите, как воздушно получается. Слушаем. Видели? И плюс фактурность, вот это матовый, глянцевый, переходы, объемчик небольшой. Смотрится, конечно, вау. Смотрите, сколько у меня тут всего на ногтях. Ой, на столе. Показываю поближе. Перекрываем в конце, конечно же, маслицем, чтобы все было чинно, благородно. Перекрываем в конце маслицем. И у нас, посмотрите, какой с вами получается великолепный дизайн. Как вам? И, кстати, смотрите, не забудьте изнутри покрыть поверхность ноготочка, смоделированного топом. Потому что здесь все-таки у нас опиленная поверхность, и ноготочек будет у вас очень сильно у клиента загрязняться. Покрывайте просто аккуратненько это все топом, тем же топом без липкости. И тогда снизу у клиента будет и ровная поверхность, и не будет ничего загрязняться. Девочки, меня зовут Анастасия Челюбеева. Прямо так и забивайте в поисковике, либо здесь, здесь, ну, в комментариях я какой-нибудь там смайл отправлю. Меня очень легко найти на самом деле. Прямо пишите Анастасия Челюбеева, и вас должно, должно, должен поисковик на меня направить. Я надеюсь, вам эфир наш понравился, с нашими новыми красками, с нашим волшебным акригелем Милк, с нашими верхними формами. Надеюсь, что вам понравилось, и я вас вдохновила на создание всевозможных дизайнов. Смотрите, как он блестит. Всевозможных дизайнов с этими красками. Посмотрите, как они красиво горят. Это то, что я очень давно прям ждала. У нас не хватало чего-то вот такого вот красивого, яркого, эффектного. Спасибо вам тоже за внимание. Че Любеева. Да, все верно. Спасибо вам тоже за внимание, за то, что были со мной. Я думаю, что мы не последний раз встречаемся. И впереди у нас будет много эфиров, много мастер-классов, много идей. Всем хорошего настроения и отличного вечера. Эфир обязательно сохраним, прям сразу его буду выкладывать, прям сейчас. Сразу его выложу в ленту. Все, всем пока-пока. Всем до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok